3 июня в Центре общественной информации Калининской АЭС были подведены итоги международного творческого проекта «Сегодня это фантастика, завтра реальность». Творческий образовательный проект «Сегодня это фантастика, завтра реальность» стартовал на Калининской АЭС в 2010 году. Основная цель – приобщение детей к истории и перспективам ядерных технологий. Из года в год этот интересный конкурс набирал обороты, а с 2012-го он стал международным. К проекту присоединилась Турецкая республика. Организованные в феврале этого года встречи-семинар с ветеранами атомной станции и экскурсия по экспозиции Центра общественной информации расширили знания конкурсантов об истории становления станции и помогли определиться с темами работ. Выбор техники выполнения оставался за конкурсантами и участники проекта снова показали, что фантазии им не занимать. Из-под талантливых рук мастеров всех возрастов появились живописные полотна, лоскутное панно, изделия в технике квилинг и связанные крючком, крестик к крестику или бисеринка к бисеринке созданные вышивки, объемные поделки из бумаги, пластилина, папье-маше. Отравлено, что однажды придуманное мероприятие, оно сегодня приобрело статус традиционного, международного. Вы здесь все с удовольствием собираетесь, демонстрируете свои навыки, умения, я бы даже сказал уже в некоторой степени мастерство, потому что работа отдельных участников, несмотря на возраст, они просто поражают некой филигранностью, точностью, мастерством. Компетентное жюри, в состав которого вошли ветераны станции, определило лучшие работы. Первые места в разных номинациях и своих возрастных группах заняли Александр Кучиев, Владимир Денисюк, Иван Зайцев, Виктория Широкова и Ирина Хизриева. Несколько участников также были отмечены специальными дипломами. Специальную награду от директора Калининской АЭС получила Алина Тулисова. Третий год в проекте принимают участие школьники и студенты из Турецкой Республики. На этот раз возможность своими глазами увидеть Удомлю и Калининскую атомную станцию получили шестеро финалистов отборочного тура, прошедшего у них на родине. Гости увезли с собой не только заслуженные призы, но и новые знания о мирном атоме и замечательные впечатления о территории присутствия госкорпорации «Росатом». Участвовал в проекте первый раз. И если предстоится возможность, обязательно буду участвовать еще. Свой макет делал номинация «С уверенностью в будущее». Представляя, какие возможности дает атомная станция, надеюсь и даже уверен, что жизнь в нашем городе с ее появлением станет лучше. После того, что мы увидели на экскурсиях на Калининской АЭС и Удомли, хотелось бы, чтобы наш маленький город развивался в том же ключе. Дмитрий Ермаков, Анна Самойлова, Сергей Буров, Управление информации и общественных связей, Калининская АЭС.